Казнь американского журналиста Джеймса Фоули мусульманскими радикалами в Сирии не повлияет на решимость США бороться с так называемым исламским государством, дал понять президент Барак Обама. Глава Белого дома обещал бороться с экстремистами безжалостно и защищать американцев по всему миру. Спецслужбы США между тем признали подлинной запись казни Фоули, распространенную во вторник исламистами в интернете. Журналист был похищен в конце 2012 года в Сирии. Теперь радикалы обещают казнить еще одного захваченного ими репортера, фотографа Стивена Сотлафа. Тем временем Пентагон признал, что США пытались освободить заложников Сирии, среди которых был и Джеймс Фоули. Однако операция провалилась. Мы только что разговаривали с президентом. Он рассказал нам, что делала администрация и чего они не могли нам сообщить ранее. Мы ценим это, ценим их попытки, благодарны им. Но просим подумать, может быть, есть какие-то иные средства, чтобы Стивен и другие, кто еще находятся в заложниках, остались все-таки живы. Тем временем в Лондоне пресса обсуждает британский акцент палача, казнившего Джеймса Фоули. Почти ни у кого нет сомнений, что американцу убил гражданин Великобритании, отправившийся воевать на стороне исламских радикалов в Сирии и Ираке. Мы пока не смогли установить личность этого человека, но из того, что видно, он, скорее всего, британский гражданин. Это шокирующее обстоятельство. Хотя мы и знаем, что многие британские граждане отправлялись в Сирию и участвовали там в экстремизме и насилии. В конце июня группировка «Исламское государство» Ирака и Леванта опубликовала в интернете видео, на котором несколько потомков выходцев из арабских стран, являющиеся британскими и австралийскими гражданами, призывали других мусульман Запада принять участие в исламском сопротивлении. Продолжение следует...